здравствуйте сегодня в минск нахожусь в минске сегодня 28 28 четверг очень очень болит голова жутчайшие жутчайшие облучение сейчас происходит и поэтому я включила включила измеритель и смотрите 38 вот уже превышение 62 электромагнитное поле в этой стране хотя все выключено здесь вообще за 400 было пока я все не выключила из электроэнергии и сильнейшие идет просто вот 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 от этой розетки идет сильнейшее излучение голова очень болит так так это же электричество электророзетка тоже самое очень сильно и здесь показывает меня 52 79 78 94 короче из розеток идет здесь хотя розетка не стоит она проведена через электрическую сеть идет вот это жутко облучение в другой комнате в большой в зале 200 349 450 это вообще какой-то кошмар и здесь ну вот еще около ванной комнаты тоже 134 129 а в ванной комнате уже ЗВОНОК В ДВЕРЬ Но в комнате, где я нахожусь, и на кухне, они огромные, да? В другую комнату зашла, где я не живу. Меня там нет никогда в спальне маленькая. Там 70-80, тоже превышение, но не такое, но не 400, как в зале, да, где моя кровать. Вот. Это Минск. Ничего же не видно на свету. Вот. Это Минск. Облучение жуткое происходит. Облучают ночами. Очень сильно, тем более. Возрастились мне облучать промежность. Очень сильно. И на голову. Безумно давят на голову. Вот. Дальше полно псиопов по городу. Бегают, стреляют. Вот. Толпами ходят. Я быстро их обнаруживаю. Очень быстро. И по одному. И шеренгой. Со стрелялками со своими. Вот. Вот. В доме жил также псиоп у меня в квартире. Вот. Родственники. Большие вопросы с родственниками. Вот. Что происходит. На голову так, что я ничего больше не понимаю. Ничего не могу соображать, ребята. Просто такое идёт давление облучения на голову. Да. Псиопы белорусские вообще зверьё просто. Земляки просто убивают свой народ. Во. Во что происходит. Земляки землячку глушат просто. Жуще не бывает. Такого облучения вообще. Такая встреча. Да. Была отравлена вишня, ребята. Которая я купила. Очень было так всё сделано. Быстро. Одно ведро оставили. Которое, естественно, самое отравленное. Потому что два других якобы уже продали. За моё только захождение за пакетиком. Я отошла взять пакетики. И потом купить для этой вишни. Вот. И пришла. Уже там из трёх ведер два ведра уже якобы нету. Вот. Третье ведро мне, значит, отдали. И оно. Приходили псиопы смотреть квартиру. Да, пытаюсь, ищу квартиру, квартира съёмщиков. Ходят псиопы. Звонят псиопины просто. Одно и то же днями. Это то же самое продолжается, что было в Италии. То есть сдать квартиру звонят только псиопы. Вот. Так же приходят в квартиру, если смотреть, тоже псиопы. И потом эти псиопины, которые даже не оказалось нигде жить. И я, добрая душа, оставила её. Говорю, ну оставайтесь. Коли это. Она с вещами уже её привезли. Якобы там тётя с дядей. Два других. Оба взрослых. И помоложе девку привезли. Вот. И она с вещами якобы спустилась. С вещами. Две сумочки маленькие. Какие вещи. У неё даже не было простыни с собой. Да. Это она ехала снимать квартиру и оставаться даже в ней. Вот. Ну, просто потом она вышла, потом зашла, что-то делала непонятно. Она в прихожей, что-то делала в ванной комнате вообще. Очень странная девица. Я угостила её, накормила ещё. Вот. Она потом вышла из дома, пришла. Кока-колу якобы какую-то купила. Вот. Пила эту кока-колу. И, мол, типа того. То есть ей ночевать-то негде, да. Но в ночь она ушла. Ребята, она была до 11. А потом ушла. Мол, типа того. Я говорю, ну я спать буду ложиться? Ты что? Ну я вам скажу, когда это, когда я пойду. И вот до 11 она там что-то шарахалась. То в прихожей, то на кухне, что в ванной комнате. Вот. А потом, когда она уже сказала, что ухожу, она просто вылетала. Она выметалась, просто выбегала. Ребята, она убегала. Человек нормально вышел, да. Ей ночевать негде. А в 11 ночи она ушла. Отсюда ушла. То есть она сделала что-то и ушла. Вот. Вот. Короче, вообще доверять, как всегда, никому нельзя. И никакие... Она просто просила сесть с ребёнком. Ей негде жить. Ей тяжело найти квартиру. Жалости. Представляете? Они вымаливают. Вымаливают просто-напросто. Я говорю, вы оставайтесь, но я не могу вам сказать, что я вам сдам квартиру. Вот. Оставайтесь пока, как вы приехали. И сказали, что вам негде жить, мол, типа того. Вот. Я говорю, ну я не могу вам сказать, что я вам точно сдам квартиру. Вот. И что? Ей никакая квартира не нужна абсолютно. Это всё. А она потом заявила, что... Да я её упрошу этими... Это якобы тётки с дядькой она сказала. Да я её уговорю, мол, типа того. Сдать мне квартиру. Представляете? Вот. То есть, они дарят на жалость, на уговоры, на вот это вот всё. Это вообще беспредел. Просто. Без цеда, без совести. Ну, естественно, это всегда это было. Но... Но, ребят, ну всё больше и больше, как говорится, уже, наверное, нечем удивляться. Но как-то всё время от их наглости, от их беспредела, от их просто наглых рож, просто это... Ну, вообще никуда не встаёт эта наглость. Вот. Ограблена вся квартира. Заходили в комнату, вынесли, которую я закрыта, вынесли всё, что можно. Вот. Все цены, то, что нравилось, просто всё выносилось. От ценных до нормальных вещей. Просто нормальных, любимых вещей, удобных. Выносилось всё. Даже трусами. Даже трусами. Хорошими трусами Серджи в марке, которые... Даже трусов не нахожу, которые... Очень хорошие марки, очень дорогие трусы. Их не нахожу. Их просто даже нет. Вот. Даже трусами не брезгуют псиопы. Вот. Да что бы вам всё это вылезло боками и всё. А-а-а! Одна псиопина звонила и рассказывала, что две руки сломала на ровном месте. Ребята, вот как приходит, как быстренько приходит возвратка. Человек на ровном месте сломал обе руки. А сейчас может продавать. Только сигаретки подаёт. И это уже прошло, уже всё залечила. И вот она вот... Вот такой перелом, что даже... Это... Даже ничего делать не может руками своими. Не то вещи делайте. Не те вещи делайте руками своими. Вот. И ломайте их на ровном месте. Уроды. Повторяю. Я запрещаю производить надо мной эксперименты. Я запрещаю облучать меня. Я запрещаю стрелять по мне из машинок. Я запрещаю вредить моему здоровью. Я запрещаю влезать в мой мозг. Я запрещаю мной манипулировать. Я запрещаю давать мне мысленные команды. Я запрещаю меня зомбировать. Вы все, кто влезает в моё жизненное пространство, в моё энергетическое пространство, платите на нальон степень, на нальон лет жизненных сил, мне, моему роду и всем ослабленным программой психотронного контроля людям. Я требую возмездия всем псиопам. Всем псиопам возмездия, добрым людям света и радости. И добра бесконечного. Продолжение следует...